Приветики. Python практика без лишних слов. Установить Python и Python Charm. Python это программа, PyCharm это Text Editor, где вы можете корректировать свой код. Заходим на Python.org Downloads и кликаем на желтую кнопку Download Python 3.8.5 или более последнюю версию. Далее ищем в Google PyCharm. Он будет на jetbrains.com.pycharm.com. Кликаем на Professional Downloads. Выбрав предварительно либо у вас Macintosh, iPad, либо Windows, либо Linux. У меня это Windows. Далее переходим в папку загрузок. Кликаем на PyCharm, кликаем на Python, кликаем Next, Next, Next и устанавливаем. На ES разрешить манипуляции с компьютером. Если хотим установить на десктоп папочку, то кликаем 64-bit Launcher Create Desktop Shortcuts. Я предпочитаю этого не делать. Я обычно храню все данные у себя на коротком пути. Вот здесь у меня здесь все Tableau, Power BI и все отдельно записано. Вот Visual Studio, Python и так далее. Поскольку у меня это уже установлено, я устанавливать дальше не буду, а вы открываете программу. Загружаем PyCharm, кликаем на PC внизу или сбоку в меню. И вуаля, ваше первое рабочее место готово. PyCharm это IDE, or Integrated Development Environment. Здесь я для вас перевела. Это интегрированная среда разработки. Если вы решили программировать в Python, загружайте и используйте английскую версию и переводите слова, которые вы не знаете. Это вам даст возможность понимать основу, как звучат и как переводятся все английские слова, которые используются в программировании. File, внизу Settings и дальше идет Appearance. Нажимаете на Appearance. И здесь вы сможете поменять Dark Light, это темный цвет, либо можете выбрать другой Windows или светлый. Я лично предпочитаю темный, так что оставим так. Итак, первый быстрый код Hello World. Возможно, мы все его знаем already. В дальнейшем для помощи F1 всегда щетка для помощи Help. Он вас перенаправит на документацию. Можете читать на русском языке точно так же, как на английском, но очень рекомендую практиковать английский. Также вам всегда нужно будет нажимать кнопку Run, но для этого вы можете использовать шоткат Alt Shift F10. Если вы просто нажимаете Alt Shift F10, это весь код будет работать. Если вы выделяете часть кода, то программа будет считать только часть кода. Вам нужен будет также терминал, чтобы видеть ответы Outcome поставленного программирования. Print это функция, которая делает результат ваших вычислений видимым. То, что хотите напечатать, всегда будет в скобках. И PyCharm хорош тем, что он подскажет вам правильный синтакс или правописание в программировании. Если вы хотите написать любой текст, любые слова, берите их в кавычки, как цитирование. Результат вы увидите на терминале. Если у вас терминала нет, в левом нижнем углу, четвертый по списку у вас идет Run, то есть запустить программы, To Do, Python Console и терминал. Вот он, терминал, который вам покажет. Не бойтесь играть с клавишами. Но Python это объект-ориентированное программирование, что позволяет в корзину, называемую объект, положить столько данных, сколько вы хотите. Python проходит, считывает информацию сверху вниз в каждой строке, если только вы не задаете специальные параметры. Используйте Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы копировать и вставлять информацию. Это вам сделает работу быстрее. И на примере треугольника давайте сейчас посмотрим. Мы распечатали треугольник, и он печатает первую, вторую и третью строки одну за другой. Если мы первую строку поместим за третью, у нас треугольника не получится. Это наглядный пример того, как код executed. Variables и data type. Переменные и типы даты. Помните, мы говорили о корзине? Variable – это корзина или container или basket. Это одно из фундаментальных значений принципа программирования в Python. И работай с датой. Если у вас есть template или образец, и вы хотите менять постоянно, допустим, имена и возраст, или имена и название банковских карт, для этого вам помогут работать variables. Существует boolean, то есть это 0 и 1 или true и false. True – это правда или 1, false – это неправда или 0. String – любой текст, number или numeric. И существуют также другие типы. Допустим, у нас есть «Я сегодня в банк такой-то положил столько-то рублей». И мы хотим каждый раз это заменять. Hashtag поможет вам печатать информацию, которая будет считаться как документация к коду и которая не будет считываться командой run. То есть это будут ваши заметки к коду, который вы делаете, чтобы вы не забыли и показать другим свою работу. Если вы печатаете свои заметки до кода, это произведет большое впечатление на вашего работодателя, потому что тогда ваша документация будет в порядке. Запомните, документация – это самое основное в программировании. Итак, допустим, вы работаете в банке и пишете «Я сегодня в банк такой-то положил столько-то рублей», и у вас таких строк 10 000. Так вот, вам будет очень тяжело мануально и руками заполнять эти 10 000 строк, чтобы поменять постоянно какой банк и какая сумма. Для этого мы применяем variables. Итак, создадим две переменные – two variables – x и y. Назовем их «банк» и «сумма». На variables мы никогда не ставим кавычки. Кавычки только для текста. Сумма, цифра и variables переменные кавычками не облагаются. Если мы сейчас запустим, как думаете, что будет? Ответьте внизу, а я вам покажу потом правильный вариант. Теперь ответьте внизу, почему у нас вышла invalid syntax. И не бойтесь делать ошибки, это нормально, на этом вы учитесь. Итак, когда вы в конце сводите variables и печатаете, вы можете задавать variables как string – текст или numeric – любой number. Но, когда у вас будет в одной системе print, вы должны все variables иметь одинаковыми по data type, по типу даты. Очень просто превратить number, numeric в string. Вы просто ставите кавычки. Кавычки в любом случае все превращают в string. Точно так же, как в Excel, например, команда равно вызывает формулу, но если вы печатаете 3 плюс 2, Excel воспринимает эти variables просто как текст. Теперь, когда вы создали variables, вы можете их менять постоянно, и они у вас будут меняться в любой строке, где вы их поставите на 10, 30, 50 тысяч строк. Вы можете добавлять переменные, как, например, animal сейчас я добавила, и точно так же можете вставлять любые значения туда. Это очень удобно. Это очень удобно, когда у вас тысячи данных. А теперь еще вопрос. Какую роль играет плюс в этих случаях? Остановите видео, подумайте и напишите в комментарии. Возможно, вы уже правильно догадались и написали. В том случае, когда у вас есть текст и variable, или переменная, которая заменяет другой текст, вы текст должны взять в кавычки, потом поставить плюс, что означает применить variable, и плюс, что означает добавить еще текст, и плюс еще variable, плюс текст, плюс variable. И так постоянно. Плюс в английском означает add. Add, как вы знаете, еще добавить. А теперь еще дополнительный вопрос. Помните, у нас не шла программа и выдавала ошибку, когда у нас не было кавычек на номере? Давайте два дополнительных вопроса. Что означает кавычки, если мы ставим на номере, и что означает номер без кавычек? Допустим, в данном случае amount. И второй вопрос. Сколько, какая сумма здесь написана? Те, кто занимается в Excel, могут подумать, что запятая это разделяет whole number, целое число, и decimal number, десятичное. Это все просто задается. Либо это точка, либо это запятая. А точка в Excel обычно отделяет тысячи. То есть 100 тысяч, 10 тысяч. Так вот, в Python точка отделяет и автоматически трансформирует число from whole number, целого числа, в десятичное. То есть здесь записано вообще-то 100. И чтобы понять, что такое boolean, давайте добавим еще один variable, который будет характеризовать лошадь у нас девочка или мальчик. То есть любое животное, которое мы увидим, это будет либо девочка, либо мальчик. Мы можем использовать, если это всего два, true, false, правда, не правда. И еще дополнительный следующий вопрос. Смотрите, мы пишем boolean, и я поменяла заглавную букву true на обычную true. В чем разница между заглавной и обычной? И что означают цвета? Давайте пишите комментарий. Итак, по цвету и логически, я думаю, вы поняли, что это все связано, да? Вы видите variables, переменные все белые, string, текст зеленый. Все эти цвета вы можете назначать сами. И вы видите, что число у нас красное. Значит, число мы знаем, что это numeric. И мы видим, что true, когда мы меняем с большого на маленькую, превращается во что? Превращается в variable. То есть Python читает это как variable. А когда мы делаем большой, превращается в желтое. Так вот мы видим, что желтое это true и print это команды. То есть true и print это команда, которая делает запрос и показывает информацию. Print это execute, это команда, которая берет variables и печатает. У каждой команды есть своя цель. True это тоже команда, которая показывает либо это правда, либо неправда и применяет это. Но в то же время true это data type. А давайте теперь подумаем, почему это у нас true команда, когда мы знаем, что это data type, мы знаем, что есть string и numeric. Почему true команда? А потому что мы знаем, что в электронике все построено на самом деле. То есть то, что мы видим в Python, это читаемое человеком. Но компьютеры работают по-другому. Компьютеры работают на бинарной системе. То есть те цифры, которые мы пишем 150 нужно переводить в бинарную систему. Нам это не надо. Но основной показатель того, что вся работа всех компьютеров и программных языков основана на том, что это нули и единицы. Есть сигнал, нет сигнала. Но вам нужно запомнить здесь только, что это data type, тип данных. Если вы хотите больше, просто ставьте себе заметку на будущее, допустим, поискать. Итак, у нас есть variable word, что значит слово. И он состоит из кавычек. Что это значит? String или текст. И этот текст состоит из номеров, пробелов и слова. Так вот, в основном ваша работа будет состоять в том, что вы будете извлекать данные из базы данных. То есть часто то, что вы сейчас видите, это, видимо, не будет. И вам нужно будет, допустим, напечатать. И если вам нужно напечатать по порядку, давайте разберем, какой порядок у записи. Значит, запись всегда начинается с нуля. То есть любая первая в нашем понимании будет нулевой. В таком случае последняя будет последняя минус один. То есть, допустим, пятая будет четвертым, вторая первым, третья второй, поскольку все смещается на один. То есть, если начинается у нас с нуля, то любое первое число – это ноль. И последнее число – это число минус один. Квадратные скобки.